Я по жизни очень хитрый человек. Просыпаюсь утром, я уже думаю, что я скажу жене для того, чтобы она сделала вкусный завтрак, как я ей намекну. Но это все такие бытовые. Как мне в метро проехать быстрее, потому что пробки огромные, там одеваешь кепку, едешь, и кто-то тебя в метро узнает, и говорит, ааа, спрятался. Это тоже хитрость, зато у меня приятель час еще стоит в пробке, а я уже приехал, вышел, опа, у меня проездной. На электричке также могу проехаться, такая хитрость. Но самая моя главная хитрость, это то, что я в своей профессии соединяюсь сразу в несколько профессий. То есть я сам себя аранжировщик, сам певец, сам музыкант, сам композитор, сам пишу тексты, сам записываю их, сам играю, сам свожу, сам права выкупаю, сам продаю, сам зарабатываю. То есть когда выясняется, я и занимался рекламной деятельностью, выдавая себя за рекламное агентство, производящее рекламный продукт. Я делал целые пластинки для политических деятелей, которые думали, что там целая толпа народу работает. Ну правильно, потому что рядом было агентство, я выиграл тендер, которое просило вот такую сумму. Я говорил, ну ладно, я за это сделаю. Мне говорили, ну как ты это сделаешь? Это сдаете деньги, ваше агентство вылетит в трубу. Конечно, говорил я, вылетит в трубу, если учесть, что агентство состоит из одного человека, ну и его жены, которая ему помогает, когда он устает, причесывают, его красят, его вводят в люди. Я думаю, что это такая жизненная мудрая хитрость. Не знаю, похожа ли она на хак, как он там называется. Ну, радость от этой хитрости у меня на всю жизнь.